Ну что ж, друзья, всем привет! Сегодня будет очень такой познавательный видос касательно того, как правильно настроить Macbook. Неважно, Macbook Air, Macbook Pro, да я даже больше скажу, iMac, либо Mac Mini. То есть там, где есть Mac OS. Хотя, если так посмотреть, я практически всё и перечислил. Ну, считай, да. Вот, сразу хочу оговориться. Ребят, этот видос, я его записываю не из какой-то универсальной рекомендации. Здесь конкретно мой сетап. То есть именно то, как я сам лично работаю. То есть это лично моя рекомендация и не факт, что она может вам подойти. Потому что каждый из вас покупает Mac конкретно для своих целей, для своих задач. И фиг его знает, нужно ли вам вот это настраивать, то, как я это делаю. То есть именно принцип использования. Вот, но тоже могу сказать то, что даже если мой сетап вам не подходит, всё равно здесь будут общие рекомендации, которые всё же ускорят работу вашего Macbook. Видео также актуально по той причине, что ко мне часто подходит. И просит, чтобы я помог настроить их ноутбуки. Потому что они только перешли из Windows и им неудобно. То есть они немножко не понимают логику системы. Вот, и соответственно, да, из коробки, когда вы только вытаскиваете ваш Mac, всё работает замечательно, можно классно работать. Но есть такие маленькие просто нюансы, которые если просто немножко подправить, а точнее, ну, кое-где галочки какие-то там, ну, нажать. Вот, работа становится быстрее, работа становится быстрее и работа становится комфортнее. Вот поэтому я сегодня это и записываю. А то, получается, я всем настрою через год, я не знаю, там переустановят компы, либо ещё что. Как обычно, меня не послушав, не сделав резервную копию в Time Machine, просит меня потом опять настроить это заново. Да, я понимаю, Google в помощь, YouTube, всё это там есть, но порой столько много ненужного, всяких объяснений, когда нужно просто вот здесь, вот здесь вот так поставьте, поставьте, всё. То есть без лишних разговоров. Вот, конечно, я тоже очень постараюсь, чтобы у меня не было лишних разговоров, но ничего с собой не могу поделать. Опять-таки, не слушайте это просто как подкаст, потому что я буду здесь показывать то, куда нажимать и какие кнопки, короче говоря, тыкать. Также хочу сказать то, что я сейчас начал записывать видео касательно того, как правильно выбрать MacBook при покупке. Тема просто сейчас набирает обороты, она очень актуальна. И виновником всему этому это как раз-таки вышедший вот эти вот, вышедший процессор на M1. Ох, навёл он шумихи, в общем, на рынке ноутбуков. Он действительно, зараза, мощный, он очень, блин, ну, впечатляющий процессор. А плюс сейчас выйдет ещё один новый, скоро, я не знаю, когда. Вот, слухи-то всякие идут. Не знаю, это будет M1X или M2. В общем, пока ничего сказать не могу, это Apple. Вот, и получается то, что все владельцы MacBook'ов, старых MacBook'ов, решили срочно продавать свои старые MacBook'и для того, чтобы купить, в общем, вот это вот на новых процессорах. Вот, и выходит так то, что у нас сейчас рынок БУ начинает переполняться предложением касательно старых MacBook'ов. Люди идут, покупают, потому что и цена сейчас, она очень сильно упала. Но проблема в том, что многие, кто покупает, они не знают те вещи, которые нужно избегать. Да и плюс часто тоже подходят и спрашивают, а какой MacBook купить, на что обращать внимание и так далее. А вот эта вот консультация моя, она выходит минимум 40 минут, потому что это, ну, получается у нас диалог. И вот вы представьте, минимум один раз в день, либо два раза в день я начинаю одно и то же рассказывать, и я прям чувствую, что я попал в день сурка. И вот, чтобы убрать вот этот день сурка, я решил записать видос касательно того, как правильно настроить MacBook' и, соответственно, как правильно его купить. Думаю, в общем, будет полезно. Ну и давайте уже сразу перейдем к делу. Значит, какой у меня у самого MacBook? Вот мы смотрим. Значит, у меня MacBook Pro 16 дюймов 2019 года, 2,3 ГГц, восьмиядерная Core i9, 16 ГБ ОЗУ, 5500М, 4 ГБ в видях. Вот, и получается хранилище у меня здесь на, пожалуйста, 910 свободно. То есть, ну, в общем, у меня терабайт хранилище. Значит, обратить внимание первое. Вот у меня сейчас стоит система macOS Big Sur 11.2.2. Я знаю достаточное количество людей, у кого до сих пор система Catalina. И вот если у вас, значит, Catalina, первая уже, получается, моя рекомендация, вот скачайте вот эту программу GFX Card Status. Эта программа позволяет вам принудительно переключать вашу видеокарту. Вот я сейчас ее специально переключил для того, чтобы она показалась вот здесь. Вы сейчас спросите, а зачем это нужно? В Catalina, значит, есть такой баг в тот момент, когда вы запускаете Photoshop. Выходит так, что сам драйвер, он не успевает переключиться с интегрированной карточки на дискретную. И получается, ваш Photoshop начинает работать только в интегрированной карте. И это очень сильно отражается как раз-таки в быстродействии. Вот сейчас в подсказочке выйдет, вот здесь вот, как в подсказочке, да. В подсказочке выйдет, в общем, подсказочка. Вот, переходите по ссылочке, смотрите, я рассказываю, как устранить эту проблему, чтобы у вас Photoshop работал очень быстро. В Big Sur этой проблемы уже нету, и я вот даже сейчас просто отрублю саму вот эту прогу, потому что она мне не нужна. Слава тебе, Господи, они все это дело настроили, и все хорошо запускается. Следующая уже сразу же на подходе рекомендация, обратите внимание, вот у меня рабочий стол, он абсолютно пустой. Я всем рекомендую держать ваш рабочий стол максимально пустым. Почему это важно? Во-первых, когда у вас здесь срач на рабочем столе, миллион файлов, там текстовые документы, видео какой-нибудь, я не знаю, там песни. Поймите одно, что вот эта сама система пытается прогрузить, чтобы вы могли в любой момент открыть, то есть чтобы вы ничего не ждали, чтобы это плавно, чтобы это красиво, все это было. И получается, что это ест саму, ну, сами ресурсы. И поэтому, чтобы не было вот этого срача, вы создайте просто папку, назовите ее как-нибудь и киньте все туда. Да, бывает, что у меня тоже бывает такой какой-то, не то что захламленный стол, но у меня бывает такой, что у меня много рабочих проектов, но я их не держу на рабочем столе открытыми. Вот даже вот если сейчас взять вот эту папку, видите, work, так, это получается моя рабочая папка, в которой у меня просто рабочие проекты, ну, с которыми я работаю. Вот сейчас она весит 32 гига. И получается, если сейчас я все эти 32 гига вытащу на рабочий стол, соответственно, система начнет их прогружать, и это будет тупить. А у меня там очень много PSD-файлов, там видео и так далее. Вот, вот это вот первое, но это уже, я не знаю, давайте я не буду уже перечислять, какая по счету рекомендация, то есть вот вам еще одна рекомендация. Никогда не держите много файлов на рабочем столе. И это то же самое касательно Windows. Насколько я помню, чем больше у вас захламлен рабочий стол, тем сложнее это все дело подгружается. Это очень важно. Следующий момент. Вот у меня здесь жесткий диск, он у меня на терабайт. Обратите внимание, что 910 гигов у меня тупо свободно. То есть, если сейчас я уберу вот это, и, ну, удалю из рабочего стола, то у меня плюс к 910 гигам прибавится 32, и получается, что у меня сам по себе компьютер абсолютно пустой. Да, я, поймите, для меня Mac это рабочая машинка, я здесь не играю игры, я не смотрю на нем, нет, я кино на нем смотрю, но я не делаю из-за своего компа склад. Просто не делаю. Во-первых, это тоже отображается на быстродействии. Опять-таки, я не знаю, как сейчас, может быть, я еще подвержен какому-то старому, не знаю, не то что мифу, хотя это можно проверить, но я не делаю это. А касательно того, то что если вы сильно перегружаете ваш Mac, точнее, ваш жесткий диск, после какого-то определенного, там, больше 80 или 70 процентов, а скоро... как это? Скорострельность, хотелось бы сказать. Быстродействие, оно просто уменьшается. И, соответственно, я просто не нагружаю систему. Ну и плюс у меня уже сама по себе выработалась привычка касательно того, то что все свои рабочие файлы я всегда держу на жестких дисках, на других жестких дисках. То есть вот эта вот папка Work, она у меня скопирована два раза, и она у меня на жестких дисках. Эта привычка выработалась с того момента, когда я один раз уже потерял все свои файлы. Это еще было на Windows. У меня были файлы на рабочем столе. Windows глюкнул, и все. Я не смог это даже восстановить. И для меня это был очень сильный урон. После этого я всегда все копирую на... Ну, у меня всегда есть резервные копии. То есть сейчас у меня получается 5 или 6, по-моему, нет, 6, да, 5. Один у меня на резервную копию самой системы. То есть получается 5 жестких дисков по 2 терабайта плюс 1 8 терабайтный хаб для того, чтобы у меня были резервные копии всех моих рабочих файлов. То есть я не храню здесь фоточки, я ничего здесь не храню. То есть да, Mac-система, она надежная, все это классно, хоть и баги у нее тоже есть. То есть это не прям супернадежность. Но все же я не доверяю никакой технике, и поэтому я держу в 5 резервных копиях, плюс, ну, считай 5-6, вот, в резервных копиях, чтобы если что-то, хоть один из них сгорит, жесткий диск, у меня всегда есть резерв. Поэтому моя рекомендация, никогда не держите ваши важные файлы на компьютере. Не дай бог сгорит, потом не сможете восстановить. Чего хорошо в 16-дюймовых Mac-ах, то что терабайт, это самое минимальное, то есть это минимальный вход в i9. 512-х жестких дисков нету на i9. Вот, и это очень, в общем, здорово. Еще одна из причин, почему я не нагружаю свой жесткий диск, это деградация. Скорее всего, я неправильно назвал вот эту вот штуку, но вкратце сейчас объясню. Короче, чем больше вы на него записываете, и плюс удаляете, тем быстрее ваш жесткий диск начинает, не то что состариваться, то есть он начинает помирать. Конечно, да, сейчас скажете, воу, что это, что за инфа такая? Вы не пугайтесь, вы не бойтесь, потому что элементарно, чтобы к этому привести, ну, это надо очень много записывать, это нужно очень много стирать, и вот за полтора года, то, что я пользуюсь своим Mac-book, я, получается, уже проработал здесь 17 терабайт, есть специальная программка, вы можете посмотреть, и у меня здоровье жесткого диска на 100%, то есть сколько мне нужно еще проработать, это за полтора года 100%, то есть если в таком режиме, как я работаю, я не знаю, может, лет 20, наверное, я буду вот так вот его использовать, но понятное дело, что у Mac-book у меня не будет 20 лет, вот, но все же есть этот момент, и, соответственно, не делайте из своего компа какое-то, я не знаю, хранилище, сервер и так далее, для этого лучше использовать внешний SSD жесткий диск, к примеру, Samsung T5, это очень классное решение, и оно очень скоростное, плюс новые модели, они очень тоже скоростные, по сравнению с первой версией, вот, и те, кто, опять-таки, впервые слышит про эту проблему, вы посмотрите в YouTube, там есть конкретные объяснения, вот, понятное дело, что с новой технологией можно про это, по сути-то, и не переживать, но все же есть эта проблема, и, соответственно, учитывая то, что в Mac-буке это все впаяно, да и, с другой стороны, я не уверен, что через 20 лет кто-то будет пользоваться вот этим вот Mac-ом, который сейчас у меня, вот, по сути, где-то для меня это сейчас и выдуманная проблема, вот, ну, это и не проблема, просто еще раз говорю, я и не храню здесь ничего, поэтому, я думаю, я объяснил, но почему я сейчас затронул именно износ жестких дисков, вот, между прочим, я про это буду говорить и в ролике про выбор Mac-буков, вот в M1 Mac-буках как раз-таки вот эта проблема сейчас, она просто остро встала, пользователи посмотрели, сколько у них, какой у них пошел износ, и многие увидели, что у кого-то за год 10%, то есть 10% уже износа, и многие начинают смотреть, у кого-то там 10%, у кого-то 5%, у кого-то 1%, вот, и представьте, 10% за год, я всего лишь-то поработал полтора года, у меня 100% здоровья, а там уже израсходовалось 10%, короче говоря, сейчас не хочу про это говорить, вот, я думаю, проще вам самим это все дело почитать, и я сэкономил время, в данном случае здесь, ну, и давайте теперь поговорим про следующий элемент, это вот замечательнейший, вот этот вот док, обратите внимание, у меня сейчас на рабочем столе его нету, и он появляется только тогда, когда я опускаю мышку вниз, это очень удобно, это очень практично, давайте я сейчас вам элементарно покажу все плюсы и минусы вот этого, почему он у меня прячется, во-первых, кстати, вот я сейчас запущу в Photoshop, обратите внимание, как он стал медленно запускаться, я не знаю, почему именно на Big Sur вот это стала проблема, он работает так же быстро, никаких проблем нет, но он запускается долго, то есть в Каталине он запускался, вот три раза вот прыгнуло и запустилось, я не засекал по времени, но я прямо сейчас ощущаю, насколько долго запускается именно в Big Sur, буду ли я сносить Big Sur только из-за того, что сейчас, в данный момент у меня плохо запускается Photoshop, то есть не плохо, а долго, нет, я это делать не буду, но я думаю, что вот эту проблему должны пофиксить в обновлениях, и вот к чему я сейчас все это рассказываю, многие у кого вот так торчит док, вы когда запускаете Photoshop, у вас вот такая мертвая зона, всегда, и вы работаете вот с этой мертвой зоной, то есть нет, чтобы сделать экран пошире, тем более у вас замечательнейший экран, ретина, вы работаете вот с такой мертвой зоной, да, конечно, когда вы работаете в проекте, можно нажать клавишу F, вы выходите в весь экран, ну, а если не хотите нажимать клавишу F, а если не нужно нажимать клавишу F, то есть вот эта штука, она все время торчит, что бы вы ни запустили, Любое приложение У вас получается то, что вот эта штука Она мешает И вот чтобы вот этого не было, я рекомендую Вот правый кнопок, ну как правый, двумя пальцами На этом, как его, в тачпаде Нажимаем Вот, и что мы делаем Вот здесь, значит, нажимаете на галочку Автоматически показывать или скрывать ток Это как раз таки активирует эту функцию Чтобы он всплывал там, когда вам нужно Сами ставите слева, справа Но я опять-таки работаю только снизу Очень важно Вот здесь вот поставьте простое уменьшение Вместо джина Потому что здесь, получается, задействуется анимация И это тоже жрет ресурс системы Я ставлю на простое уменьшение Также вот здесь вы можете, получается, отрегулировать Его размер, какой он должен быть И плюс, что удобно Вот мне это лично нравится То есть не вот так вот вы запускаете программу Вот кирпичом все это стоит А вот я ставлю так вот увеличение И получается, когда я вот так вот вожу Четко понятно, какая сейчас у меня запустится программа Я считаю, это очень удобно И я рекомендую, чтобы вот так вот было Но опять-таки это на вкус и цвет Вот, и в итоге Сейчас я вот так вот это спрячу Видите? Все, норм Вот он очень отзывчивый, очень классный Ничего не подлагивает Все здорово И теперь я могу, включая все мои остальные приложения Вот так вот открыть на весь экран и работать То есть что Google Chrome, да все будет работать И это удобнее Вот вам, в общем, такая рекомендация Идем дальше и давайте настраивать Значит, чтобы настроить, нажимаем вот здесь на яблочко И вот здесь вот выбираем системные настройки Вот перед вами все, что мы сейчас с вами настроим Во-первых, заходим в основные Ну, сами под свой вкус в общем настроите У меня здесь стоит тема темная И элементарно я здесь вот убрал недавние объекты Чтобы вообще у меня ничего не показывалось И ничего нигде не хранилось То есть у меня стоит здесь все на нуле Следующее, получается, это рабочий стол и заставка Ну, здесь и так все очень просто Я, допустим, не использую никакие заставки Вот, если у меня монитор выключается Пусть лучше будет выключен И чем что-то будет на нем показываться Если вы любите всякие, я не знаю, там анимации Всякие картинки Ну, я не знаю, ставьте Если это вам нужно, пусть это будет У меня этого ничего здесь нет Рабочий стол, понятное дело, вы сами выбираете Откуда взять обои Если у вас есть отдельная папка Понятное дело, не на рабочем столе А где-то, ну, закиньте ее Допустим, она у меня в загрузках Добавьте эту папку Закиньте туда фотографии Которые вы хотите использовать на весь экран Ну и, соответственно, ими пользуйтесь Следующая идет строка в меню док Но это вот то же самое, что мы еще с вами настроили Потом идет mission control Я не буду подаваться в подробности, что это Но просто я сразу говорю Я этим не работаю Это активные углы Вот, я это просто отрубил Чтобы никаких вот этих вот вещей у меня не было Вот, потому что это все опять висит в системе И я не нахожу никакой полезности в данном случае от этой штуки Если вам полезно, ради бога пользуйтесь Если вы не знаете, что это, загуглите, прочтите Вот, Siri Я не пользуюсь Siri, потому что она мне нафиг не нужна Вот, действительно, нафиг она мне нужна Она не из-за того, что все время микрофон работает Меня прослушивает, нет Просто мне ее функции вообще не нужны Я и так знаю, где что найти Я знаю, то есть я не задаю никакие вопросы Spotlight Вот Spotlight, это зараза вот такая мерзкая штука И я рекомендую ее все время отключать Опять-таки, это лично моя рекомендация Если вы им пользуетесь, ради бога пользуетесь Но поймите одну такую штуку Что Spotlight все время что-то индексирует Для чего он это делает? Он это делает в первую очередь для того, чтобы Если вы пользуетесь поиском, чтобы это быстренько вам показалось Если у вас и так перегруженный компьютер Всяким хламом, всякими файлами То вот эта зараза, она еще это все дело проиндексировала И, соответственно, она готова вам выдать, где это все лежит В любую секунду С одной стороны, да, классно Если у вас срач, вы всегда сможете найти Но не классно то, что Вот, чтобы вы даже элементарно Смотрите, вот это очень важно Конфиденциальность К примеру, вы подключили какой-то жесткий диск Либо флешку, либо еще что Поймите одну такую штуку Что Spotlight начинает ее индексировать Вы должны понимать, что у обычного жесткого диска Есть скорость, которая Ну, режим чтения и записи И обычно это 100-130 мегабайт в секунду чтения И получается, что 70, минимум 70% Spotlight забирает этой скорости себе В тот момент, когда он индексирует Это прожорливая сволочь, которую я просто ненавижу И вы представьте, вы хотите Просто подключили чужой жесткий диск Вы просто хотите какой-то один взять в файл Нет, он начинает его индексировать И даже порой бывает такое, что Извлечь нельзя, пока он его не проиндексирует У себя в базе И получается, чужие жесткие диски У вас они в базе Элементарно бывает такое, что я хочу Открыть какую-то просто тупо фотографию Нет, пока он это все проиндексирует Пока это все начнет открываться То есть, вместо 100 мегабит в секунду Я получаю 20 мегабит И это настолько медленно А учитывая, что у меня файлы Они весят Ну, одна фотография в Тифе У меня весят, ну, в среднем там 150-200 мегабайт Вот, и вы представьте, там папка 10 фотографий Пока это все прогрузится Думаешь, даже, блин, наш матерится охота В общем, как от этого избавиться Очень просто Берете жесткий диск, который подключили Вот так просто вот сюда перекидываете Вот этот жесткий диск И получается, что он больше не будет Это индексировать Он не будет ничего вот это спрашивать И скорость вашего устройства Она не пострадает Вот это вот очень-очень просто Очень важно Даже если вы пользуетесь, допустим, поиском На вашем компьютере У вас срач, ради бога Отключите тогда Вот это вот Либо Вы хотите знать Что у вас где на жестком диске Вы тогда это все дело подключите Пусть само по себе Он проиндексирует Не знаю, там час-два Ничего не трогайте И после этого Ну, по идее, тормозить не будет Вот В общем, я вот этот момент избегаю И я Spotlight не люблю А еще Spotlight любит лезть в интернет Через Siri Начинает искать Ну, короче, блин Как по мне Мне это не нужно Не знаю Если нужно, вам пользуйтесь Следующий Язык и региональные стандарты Я вообще здесь ничего не трогаю Уведомления Но вы сами включите Выключите то, что вам нужно Что не нужно Учетные записи пользователя Ну, здесь у меня Ну что? Ну вот iCloud Включен То есть, точнее, не включен Я им не пользуюсь Я ничего нигде не синхронизирую А вот, кстати, я не знаю Почему у меня не включена штучка Как найти Mac Это очень полезная вещь Ее обязательно включите Это на тот случай Если, не дай бог Вы потеряли Mac Либо еще что случилось Вы его сможете найти Но при одном условии Если, во-первых, он включен Подключен к сети Либо если рядом Хотя бы есть iPhone Либо iPad Просто, я не знаю Там какой-то другой Mac У кого-то Вот И там, не знаю У них своя хитрая система Вы, в общем, сможете найти пропажу Вот Я его включу уже после видоса Вот А вот это я Я этим всем не пользуюсь Это iCloud Ну а что? У меня нет iPhone Первая причина То, что он мне не нужен Я им не пользуюсь То есть Для меня телефон Это просто позвонить Следующее Значит, ну, этим кошельком Я не пользуюсь Touch ID Ставьте минимум 2 Touch ID То есть, не знаю Ну, бывает рука мокрая Либо еще что Ну, может не сработать Хотя Touch ID на Mac Он просто превосходный Срабатывает с первой секунды Но я всегда ставлю два пальца И на правой, и на левой руке Ну, чтобы было удобнее включить Ну, разблокировать комп Так, значит Следующее у нас Пользователи и группы Значит Что здесь настраивать? Во-первых, зайдите вот здесь Объекты входа И уберите программы Которые у вас запускаются Изначально То есть, от этого зависит как раз таки То, насколько быстро Разгружается система Ну, как видите У меня здесь ничего нету До этого было Canon EOS Вот эта вот утилитка Она здесь автоматически у меня загружалась Я убрал Потому что зачем мне нужно Чтобы она у меня автоматом В данный момент загружалась Обязательно ставьте пароль И не забудьте ваш пароль Идем дальше Это у нас универсальный доступ О, друзья Давайте сейчас Вот так я покажу Я совсем забыл Как по правилу очередности Рассказать про трекпад Трекпад Это очень крутая штука И, блин Это просто Ну, для меня это гениальное решение И после того, как я начал на нем работать Я мышкой вообще не пользуюсь И мне мышка стала неудобна Проблема в том, что многие не умеют работать Именно в трекпаде Почему? Потому что, во-первых Вы посмотрите Вот эти вот Здесь есть маленькие превьюшки За что отвечает какой-либо жест Когда вы работаете в трекпад После того, как вы просто немножко Осознаете, увидите, привыкнете Все Для вас остальные трекпады, которые существуют Они просто померкнут Когда вышел как раз-таки первый Force Touch Вот там я это и ощутил Потому что Немножко раньше было неудобно работать в трекпаде Но при этом он был очень крутой Force Touch вообще поменял Все вот это восприятие Вот, ну, ладно Хватит хвалить Давайте перейду к настройке Во-первых Поставьте вот здесь вот направление прокрутки Обычное Точнее, уберите галочку Немножко это ломает мозг В представлении того Когда вы пальцами наверх тянете Вниз тянете Здесь как-то то наоборот То, в общем, непонятно И многие начинают как раз-таки тупить Вот в этом моменте И им неудобно Они берут мышку И лучше мышкой поработать В тот момент, когда я вот эту штучку выключаю Все сразу почему-то выдыхают Ну, не почему-то А я знаю почему Потому что удобнее становится работать Вот И вот этот вот кайф появляется Поэтому Направление прокрутки уберите Будет легче Но если вы уже привыкли Пользуйтесь Но я рекомендую лучше убрать Здесь все остальное Все как есть Я остальным не пользуюсь И почему же я сейчас начал говорить про трекпад Уйдя с универсального доступа Теперь мы идем туда Во-первых, я не знаю, почему Apple так сделали Раньше вот эта вот самая крутая настройка Как раз-таки была именно в настройках трекпада И здесь почему-то они, короче, сюда это увели Значит, что мы делаем Переходим в параметры трекпада Вот здесь галочку Включить перетягивание И вот здесь стоят и перетягивание Тремя пальцами Вы просто не представляете Насколько жизнь становится легче Сейчас объясню почему Теперь вот это окно Которое я двигаю Я не зажимаю одним пальцем То есть я не зажимаю трекпад И вторым пальцем веду Как будто на скейте катаюсь Я этим больше всего не занимаюсь Оставьте катание скейтеров Вот скейтерам Пусть они там катаются А вы работаете на трекпаде комфортно То есть получается тремя пальцами Я даже не надавливаю на трекпад Просто вот я держу Вот вожу И получается вот Вот это удобство И когда Apple Adidas это убрали По умолчанию это раньше было В настройках трекпада Я аж испугался Думаю, так, где моя любимая настройка Потому что Как, а как работать Я тогда Mac поменял И я думаю, блин, а как работать Куда это все делось Поэтому Ставьте себе в универсальном доступе Вот эти параметры трекпада И просто кайфуйте от работы Это очень удобно Идем, значит, дальше Экранное время Ну тут что рассказывать Здесь нечего рассказывать Здесь просто показывает то, что Ну, как вы работаете Расширение В расширениях тоже ничего не ставлю Но если где-то что-то мне будет подвымогать Либо еще что-то Я это просто уберу Но здесь я ничего не трогаю Защита и безопасность Вот тут как раз-таки Можно здесь поднастроить Во-первых Ну, вы сами решаете Когда у вас попросят пароль Значит, вот здесь ставьте Если вдруг не стоит Apple App Store И подтвержденные разработчики File Vault Или как он File Vault Как он называется Не знаю Значит, он у меня Выключен Я им не пользуюсь А Брендбауэром пользуюсь Я его включаю По поводу конфиденциальности Вот Вы сами Решаете Что, кому, какой Вы даете доступ Допустим Вот Меня очень Смутил Последний Последний драйвер От Vacuum То есть Что меня смутило Все работало Ок Все классно Пришло обновление И в этом обновлении Там начал, получается, драйвер Просить мониторинг ввода Причем написано Что даже если Не подключено устройство Самого вакуум-планшета Он все равно следит За моим вводом А как это так? А почему это должно следить? То есть Если я сейчас буду вводить Какие-то пароли Либо еще что Это же видит он И, соответственно Я откатил драйвер И, соответственно Сказал Не-не-не-не-не спасибо Но можно было сказать Ну, не давать доступ Но когда я отключал этот доступ Мне каждые 5 секунд Выходило сообщение То, что Нету доступа Нету доступа Драйвер не может работать Вот И это очень большой Такой жирный вопрос К вакуум Потому что Что-то как-то так не должно быть То, что я ввожу в компьютере Когда я не пользуюсь Их приложением Здесь Не должно мониториться С их стороны И я нафиг откатил И все нормально Посмотрим Если сейчас новый драйвер выйдет И там будет та же самая проблема Я опять его не буду ставить Потому что Я считаю Это неправильно Вы сами В общем решайте Кому дать какой доступ Идем дальше Значит Обновление ПО Сейчас вот он проверяет Во-первых Уберите галочку Автоматически устанавливать Обновление Бывают такие случаи Когда вот вам Срочно нужно сейчас Позвонить Я не знаю Там Зачатиться Что-то такое Написать Что-то поправить И вот именно в этот момент Зараза Начинаются какие-то обновления Которые не 5 минут Устанавливаются А порой по 15-20 минут Нужно сидеть Ждать на этот черный экран Думаешь Твою же мать А ну вот Ну как же так Вот Поэтому уберите Для того Чтобы вы сами решали Когда это будет обновляться В дополнительных Значит Пусть он проверяет Что есть обновление Вам будут Как уведомления То что есть обновление Вот здесь вот Уберите Загружать обновление Если они доступны Чтобы он автоматически Сам ничего Не этот Как его Не загружал Но вот здесь Я ставлю Установить Ну устанавливать Системные файлы И обновление Систем безопасности Вот Это я Держу И пусть это будет Вот Значит Что идет Сеть Ну в сети Я ничего не трогаю Пусть само как есть Так есть Bluetooth Мало кто вообще знает И я думаю Сейчас многие удивятся Если вы зайдете сюда И нажмете Показать Bluetooth в строке меню Во-первых Он у вас здесь отобразится Но вы увидите Что он у вас Все это время Был включен Вы даже об этом не знали Поэтому Чтобы зазря Не работал ваш Bluetooth Вот так вот Вырубить И когда нужно Вы его включаете Я сам раньше Это не знал Но это Спустя наверное Полгода С приобретением Первого Mac Я узнал Что оказывается У меня все это время Был включен Bluetooth Вот А в звуке Я ничего не трогаю Принтеры и сканеры Тоже ничего не трогаю Клавиатура Давайте посмотрим здесь Значит Здесь вы можете настроить Полоску Control Strip Это если у вас есть Она Если нет То ничего не трогаем Источники ввода У всех по-разному Стоит переключение Ну языков Как же я себе установил Пожалуйста Вот у меня Получается Command Пробел Для меня это самое Удобное Сочетание клавиш Оно очень близко Находится И вот так вот Я переключаю Свой язык Когда вы это сделаете У вас выйдет конфликт Вместе с Spotlight Потому что Spotlight Тоже использует Эту комбинацию И опять таки Не пользуясь Spotlight Я просто нафиг его отрубил Либо если у вас Spotlight Нужен Какую-нибудь Я не знаю Там Command F Какую-нибудь клавишу Но чтобы это был поиск Хотя Command F Или Ctrl F Это Другая совсем клавиша В этом Photoshop Ладно То есть сами В общем для себя Настройте Как это нужно Источники воды У меня стоит просто США И русская Потому что Я в США ПК Русская ПК Ну и так далее У меня вот просто Так вот стоит И мне так удобно работать Дальше я ничего здесь Не настраиваю Ничего не трогаю Что у нас дальше Трекпад мы поговорили Мышь у меня даже Не установлена Мониторы Так значит В мониторах У меня выключен Трутон Он мне нафиг не нужен Потому что Когда занимаешься Цветокоррекцией Получается что Если у вас включен Трутон Цвет монитора Он постоянно меняется И вы никак не сможете Правильно настроить Цвет Оттенки И так далее Поэтому я нафиг Это отключаю По умолчанию У многих включено И когда сдают домашку Ой а у меня было нормально Почему сейчас так вот А Трутон был включен Да Вот вам и проблема Почему у вас Красиво смотрелось А через полчаса Почему-то у вас же Смотрится некрасиво Вот Касательно цвета Я оставлю стандартный Родной цветной ЖК дисплей Это уже заводская Калибровка Конечно Когда вы купите Калибратор монитора Если вдруг он вам нужен То соответственно Ставите тот профиль Которым Ну которым вы Откалибровали Найтшифт у меня стоит 22.00 до 7 утра Если в этот момент Я работаю Ну в 22.00 А так чаще и происходит Соответственно Я просто его отключаю Чтобы он сейчас Не был включен То есть Найтшифт Это нужно Чтобы монитор Перевелся в красный Такие оттенки Специально Проглушает Синий И это Уменьшает Ну короче Напряг глаз Глазки перестают болеть Это очень полезно Киношку Допустим Когда я смотрю Я чаще Если ночью смотрю У меня все время Найтшифт включен Да Немножко не вижу Весь тот цвет Который есть в фильме Но у меня глаза К нему привыкают настолько Что я даже и не парюсь И не замечаю И соответственно Самое главное У меня глаза не болят Толк у меня от этого цвета Если потом у меня на следующий день Глаза красные Вот Поэтому в этом плане Найтшифт Он очень-очень сильно выручает Сайдкар Сайдкаром я не пользуюсь Сайдкар это Если вы рядом поставили там Айпад И соответственно У вас он дублируется Как второй экран Мне сайдкар не нужен Потому что у меня И так подключен второй монитор Аккумулятор А вот здесь вот Очень важная такая штука Сетевой адаптер Во-первых Поставьте автоматическое Переключение графики Это в тот момент Чтобы У вас фотошоп Ну Если вам Допустим Не запущен Когда у меня Фотошоп Либо какой-то редактор У меня используется Интегрированная карта Это меньше живет энергии И само по себе Ну А нафига Сейчас использовать дискредку Если сейчас нет никаких задач И соответственно Получается то Что Если вы эту штуку уберете У вас все время будет работать дискредка Вот А я не вижу в этом смысл Значит Здесь у меня галочки Вот так вот стоят Что очень важно Во-первых Вот Когда зайдете в аккумулятор Поставьте Оптимизированная зарядка Это прям Очень классная штука Во-первых Что она дает Если вы все время работаете От сети Постоянно Бесперебойно Получается то Что ваш аккумулятор Тоже может деградировать Потому что он вечно заряженный На 100% И это очень Не очень Очень не очень Да так пусть и звучит На старых макбуках На старых Ну да еще в старой Операционной системе Сами Apple давали рекомендацию Там раз в неделю Разрядите Зарядите Со 100 до 0 Ну и обратно И ваш аккумулятор Будет работать долго И это супер Это хорошая рекомендация Я раньше так и делал То есть Раз в неделю Там в 10 дней Я его разряжал И потом заряжал Здесь же получается что Чтобы здоровье Вашего ноутбука Точнее вашей батареи Не страдало Чтобы ваши аккумуляторы Не вздулись Либо еще что Вы включаете вот эту штуку А что она дает Она дает Такую возможность Все описание Вы здесь можете прочесть Плюс еще там ссылки Вкратце скажу Ваш получается Аккумулятор Не заряжается до 100% Он держится на 80% На 70% И этим самым Ваша батарейка Чувствует себя комфортно Вот это вот Очень важно Но сразу говорю Для тех Кто экономит Количество циклов Перезаряда То есть Многие специально Купят ноутбук Потом несколько лет Сидят только Включенной зарядкой Когда продают Там написано Что всего 10 циклов За 2 года А чем меньше циклов Тем это лучше Не все знают Что у Apple Тысячу циклов Это гарантийное Получается Гарантийный случай Что тысячу циклов Ваш аккумулятор Будет работать И это очень здорово То есть Если вы даже будете Один цикл в день Тратите Тысячу дней Ваша батарейка Будет держать свой заряд И это очень На самом деле классно Вот Но многие экономят Чтобы цена была подороже Соответственно Я тоже был В том числе Вот Но у этого тоже Еще раз говорю Есть своя побочка Если вы долго Очень сильно держите В заряженном То батарейки могут Сдуться Случаев всяких Там много Вот И вот эта Короче говоря Фича Она не дает Перезарядиться Вашему аккумулятору И соответственно Его на дольше хватит Вот допустим Я специально сейчас Установил вот эту прогу Обратите внимание Он сейчас показывает Здоровье моего жесткого Жесткого диска Моего аккумулятора 85 процентов Я не паникую Что у меня за полтора года 15 процентов У аккумулятора Сдохло Я даже не паникую Потому что Когда я Отключу Вот эту функцию Уровень заряда Восстановится Понятное дело Я не знаю Насколько восстановится Но Ближе к этому Оно вернется То есть Если у меня оригинальная емкость Это 8790 То сейчас В этом ограниченном режиме Это 7448 То есть Это вот так вот И Поэтому Не пугайтесь Если у вас Включена эта функция А показывает Что здоровье Это пострадало Нет На самом деле Это не так Вот Программа хорошая Ссылочку тоже Скину Можете тоже скачать Она бесплатная То есть Ею пользоваться В общем классно А знаете Что я заметил После последнего Обновления В Big Sur Здесь исчезла такая штука Как по возможности Переводить диски В режим сна Исчезла эта вещь При Не знаю То есть При аккумуляторе При Значит При самой То есть Сетевом питании Я больше всего подозреваю Когда в режим сна Вот эта штука переводилась Использовалось Ну использовалось много файлов подкачки И получается Скорее всего Это тоже Один из факторов Почему на M1 Помимо того Что там очень агрессивно Используется файл подкачки Почему они сейчас это убрали Чтобы еще больше Не усугублять Вот эту проблему И поэтому С этим обновлением Просто эта штука исчезла Опять-таки Это мои личные догадки Не знаю Может это только у меня Вот эта штука пропала Вот я-то ею не пользуюсь Но я вижу Что этой штуки нет После обновления Вот именно вот Последняя версия Вот эта вот 11.2.2 Или какая-то у меня Вот Идем дальше Значит дата и время Все то же самое Здесь нечего менять Общий доступ Ну общий доступ Я никому не даю Тайм-машин Очень крутая штука И мало вообще Кто пользуется Вот этой вот вещью И я многих спрашиваю Почему вы этим не пользуетесь Это же настолько круто Обратите внимание Вот у меня сейчас видно Что я делал последний резерв Здесь написано Что Clean Big Sur Плюс софт Что это говорит Я специально Установил Максимально свежую Операционную систему Это было вот 14 февраля Получается я переустановил Вот И получается я туда Все сразу установил Весь софт Вот все Чем я работаю Со всеми настройками Я это установил И я это забэкапил То есть не важно Что может с моей системой Произойти Вот что угодно Да даже если мне папки Лень будет чистить Вот я не знаю Я просто возьму Восстановлю из бэкапа И у меня будет абсолютно Чистая новая система Как вот Вот все Чисто Вот просто чисто И это очень удобно И я всем рекомендую Ставьте себе Такой вот бэкап Даже перед любым обновлением Я все равно делаю бэкап А после того Если что-то пошло не так В этом обновлении Я просто откатился назад И у меня все так же Как и было Вот у меня такая проблема была Когда вышла High Sierra Какая-то из версий У меня просто не Загружался Mac То есть у меня был 13 дюймовый И он просто тупо Все застревал Ничего не обновлялось И благо у меня была Резервная копия Я восстановился до того Как у меня было И все окей После того как пришло Еще одно обновление То есть после этого Обновление у меня установилось Все было ок Поэтому чтобы потом Не бегать с паникой А как восстановить систему Как переустановить Это ваш единственный Ноутбук А у вас сейчас Вот он очень нужен А вы обновили Вот такой косяк Да ребят Всегда держите Резервную копию Для тех кто не знает Как создавать Эти резервные копии Давайте быстро покажу То есть в программах Находите утилиты Берете дисковую утилиту Хоть она видите У меня вообще Она вот здесь вот Вот и получается Берете тот жесткий диск На котором вы хотите Делать эту резервную копию Имейте в виду Это должен быть Внешний жесткий диск Что вы делаете Вы во-первых Его разбейте на разделы Ваша операционка Не будет занимать Много места Вот вы разбейте Столько сколько нужно После этого Отформатируйте Подключите Это просто в компьютер И тайм машин Спросит Использовать ли Эти жесткие диски Вы говорите Да вот это вот используй После чего Делаете резервную копию И все Можно не бояться Самое главное Вот здесь вот уберите Создавайте резервную копию Автоматически Иначе получается Вот если у меня Будет подключен Жесткий диск И у меня будет Автоматический Вот это вот Он сверит с системой Он увидит вот эту папку Он увидит вот Все что у меня поменялось И он пытается Это будет сохранять тоже А мне это в данном случае Не нужно Потому что я хочу Чтобы у меня система Была максимально чистая А все мои рабочие файлы Они в резервных копиях И так Вот и соответственно Вот так короче говоря Я работаю Я вот это вот отключаю Далее мы идем Загрузочный диск Хорошая полезная фича Во-первых Она позволяет вам загружаться С других жестких дисков То есть вы можете На SSD установить Какую-то другую систему И загрузиться Вот И получается то Что если у вас Немножко начал Начал тупить Mac При загрузке Что-то как-то долго Выключается Долго включается Либо что-то Как-то что-то непонятно Себя ведет Вы зайдите вот сюда В этот вот загрузочный диск Ну во-первых Разблокируйте его Отпечатком Вот И перезагрузите Жесткий диск ваш И соответственно Вы сами почувствуете Насколько все Станет быстрее работать Я не знаю Что там происходит Видимо что-то Перерасчитывается Перезасчитывается Это лучше чем просто Вот так вот Перезагрузить Отсюда Я уже это проверял Вот Это здесь Никакое не самовнушение Но опять-таки Работает быстрее То есть загрузка Быстрее сразу Моментально Проходит Вот Поэтому Как минимум Ну раз в 3-4 дня Я уже даже как-то Профилактически Вот это вот делаю Хоть по сути Мне нет никакой Надобности Вот это вот делать Но опять-таки Вам рекомендация Чувствуете что что-то тупит Вот так вот Перезагрузитесь И все будет Окей Значит Планшет вакуум Ну я сейчас Про него ничего не рассказываю В принципе Ребят Что еще Какую дать рекомендацию О Еще очень важно Вот у меня установлен Официальный фотошоп То есть Здесь получается Вот он запущен То есть Creative Cloud Он постоянно Автоматически Запускается Да он нужен Да он нужен для того Чтобы запустить фотошоп Ну сверить лицензию И так далее Что вы должны понимать Что само по себе Он жрет Вашу оперативку То есть Сейчас где Вот Вот сейчас он сколько жрет Обратите внимание Вот Видим да И согласитесь Это стрёмно Если у вас и так Тяжелый проект А тут Если все посчитать Прочти В минимум В гиг Выходит Вот это вот Пожирание Поэтому чтобы Ваше быстродействие Оно Как это Не страдало Вы либо отключите автозапуск Но чаще потом у вас Фотошоп будет спрашивать Лицензию постоянно Вот Вы Пусть будет автозапуск Но вы Если работаете С тяжелым программой В общем выйдите из этой программы То есть Из самого Creative Cloud И все Ваша получается Оперативка Она уже освобождается А если хотите Чтобы даже Нигде она не торчала Там Зарезервированный Или там Типа как файл подкачки Хотя Файл подкачки Даже сейчас у меня Не активирован Вот Если вы не хотите Чтобы он вообще Где-то висел Изначально Отключите автозагрузку И все Будет ок Еще одна Вам хорошая рекомендация Во-первых Часто вижу То что У многих Просто тупо Рабочий стол И никогда нету Жесткого диска И порой Им даже сложно Как-то открыть Файндер Они не знают Как поковыряться По компьютеру Во-первых Если вы хотите Вызвать файндер На рабочем столе Нажмите Command N У вас выйдет Само по себе Новое окно Во-вторых Зайдите в Сам Файдер И зайдите В настройки Вот здесь В основных Вы можете Как раз таки Включить Чтобы у вас Отображался Жесткий диск Внешние диски Сидите в виде Ну и так далее Вот это вот Очень-очень Помогает Потому что Было такое Что подключили Жесткий диск Внешне А его нет И думают По-моему Что-то жесткий диск Не работает И вот так вот Туда-сюда Туда-сюда тыкают Вот Вот это вот Очень хорошая рекомендация Поэтому она полезна Но здесь Вы сами решаете Боковое меню Соответственно Это то Что вы видите Здесь Вы сами можете решить Что будет показывать А что нет Поэтому под себя Тоже в общем Настраиваем Ну и соответственно Здесь все то же самое В общем это Удобная настройка Удобная фича Друзья Еще очень важная Настройка Точнее важный совет Там тем У кого очень мало Азу То есть Пользователям У кого 8 гигов У кого 4 гига Да даже до сейчас Сейчас есть люди Кто пользуется С 4 гигами Азу 16 Да Это сейчас Минимальная Самая минимальная Планка С которой уже Мы работаем Вот И опять таки Вот на М1 Даже если вы покупаете Берите 16 гигов Потому что Опять таки Износ Вот этот вот Их Ссдшника Я еще раз говорю Я подозреваю То что Очень много Используется Файла подкачки Потому что Всего 8 гигов Там на все И это я считаю Мало Но опять таки Я не инженер Apple Им самим виднее В любом случае Скорость там Гораздо быстрее Чем вообще В других компьютерах Вот Я сейчас не за всех Ком поговорил И получается То что Как раз таки 16 гигов Это самый Самый минимум А вот на вопрос Почему я взял 16 А не 32 На тот момент Не было 32 гига Ну 32 гига 32 гига Азу Просто тупо Не было Вот Что бы я сейчас Себе бы взял Если бы я бы Допустим Менял бы Я бы оставил бы Все как есть Но Я имею ввиду Pro 16 Макбук 2019 года Но я бы взял бы Чтобы у меня Видеокарта была Не Этат Какого Просто 5500 М А с HB M I Вот Вот эта Видеокарта Она мощная И Понятное дело 32 гига Азу Я бы ее купил бы Но к сожалению Здесь таких ноутбуков У меня нету Вот И я готов переплатить Но это Прямо Быстрое действие Очень хорошо Сказывается И так вот Ушел я от совета Значит Моя рекомендация Вы поймите одно Вот каждая вот эта программа Когда вы работаете Она жрет Очень много оперативки То есть Даже элементарно Вы запустили Google Chrome Откройте пару вкладок Посмотрите Сколько у вас сожрало Ваши оперативки И вы увидите Что пару вкладочек Это уже гиг съедает А что я часто наблюдаю Что вот запустили Google Chrome Там Блин 500 вкладок И плюс работает Photoshop А это начинает тупить Почему тупить Потому что в этот момент Ваша система Ей уже не хватает Ей физической Вот этой вот Оперативной памяти Она начинает создавать Именно Этот как бы Файл подкачки Файл подкачки Создается на вашем Жестком диске И получается Что само по себе Файл подкачки Он медленней Чем оперативка И оттуда вот Страдает Ваше быстродействие Поэтому моя рекомендация Не запускайте Ненужное В тот момент Когда вы работаете С ресурсоем Гимми программами Конечно Для кого-то я сейчас Капитан очевидность Но все равно Я часто это вижу Вот И получается Какой смысл запустить Одновременно Photoshop и Lightroom При этом Вы Lightroom Уже не пользуетесь Он просто у вас там Висит Уберите его Освободите место Компьютеру дышать Будет легче Равносильно Как так же бывает Что запустят Три или четыре Больших проектов Photoshop С огромным количеством Слоев И работают только В одном проекте Забыв что есть остальные Нафига Тоже отрубайте И ваш комп Будет работать Еще лучшая Вообще рекомендация Я Когда вот у меня Был комп С восьми гигами Азу Что я делал Я перезагружал Абсолютно у меня Ничего не было В автозапуске То есть абсолютно Никаких кэшов Ничего у меня Там не было Потому что в любом случае Файл в кэше сидит Вот вы запустили Что-то Вы из этого вышли Но все равно Программа Часть вот этого Приложения Она оставляет у себя В памяти На тот случай Если вы хотите запустить Чтобы это быстро Все было А я максимально От этого избавляюсь Я перезагружаю комп Запускаю чисто программу В ту Которую я работаю И работаю Абсолютно спокойно То есть я не страдаю От того что Мне не хватало Прям места Конечно Место Я имею ввиду Сейчас про Азу Конечно Азу не хватало Но не так критически Как допустим Если у меня Все запущено Одновременно Да Маки хороши тем Что много чего запущено Все классно работает Но я сейчас говорю Конкретно про улучшение Быстродействия Вот это вот важно Друзья Также забыл сказать Про настройку В универсальном доступе Вот где монитор Вы здесь Если нажмете Уменьшить прозрачность Это тоже освободит Ресурсы системы И ком будет работать Быстрее Поэтому вот эту галочку Тоже включайте Если вы ограничены В ресурсах системы Ну вроде бы Все показал Думаю я ничего не забыл А если так получилось Что я что-то забыл Я обязательно это потом Допомню в комментариях Под описанием к ролику Вот Ребят Если у вас есть чем поделиться Пишите тоже Мы все это дело посмотрим Я уверен Это всем будет полезно Также хочу сказать Друзья Как бы я не пытался Записать этот ролик Очень коротко На 2-3 минуточки К сожалению У меня не получается Поэтому уж сорян Я сейчас не знаю Насколько вышел этот видос Я очень-очень старался Коротко И без лишней болтовни При этом сейчас Как раз таки Происходит болтовня Значит со всеми прощаюсь До встречи в новых роликах Лайк, подписка, колокольчик Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok